Продолжение следует... Так, ну что ж, здравствуйте. Вот сегодня у нас такая необычная лекция. Лекция наша посвящена психологической культуре и личности. И я всегда в новой аудитории, а вы уже считаете, что вы новая у меня аудитория, начинаю лекцию со стихов Евтушенко. С таких стихов. У каждого есть тайный, личный мир. Если в мире это в самый лучший миг, если в мире это в самый страшный час, но это все неведомо для нас. Если умирает человек, если умирает первый у него снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников толстых. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. И потому мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Но мы кричать не будем, а будем продолжать наши с вами занятия по психологии. И еще у меня есть один обычай. В аудитории я говорю студентам, что я побуждаю их задать мне три вопроса. Какие хотите мне вопросы, можете задать. И еще ответить на один мой вопрос. Когда мне становится трудно, я поступаю так. А в целом, наша с вами сегодняшняя лекция посвящена психологической культуре личности. Какие вы знаете сочетания со словом культура? Давайте-ка попробуем. Какие мы знаем слова сочетания со словом культура? Культура. Какая? Культура общения. Какая культура? Общение. Общение. Культура общения. Еще какие? Культура речи. А? Речи. Культура речи. Потому что говорят, это культура речи. Это 40% доцентов носят документы в портфелях. А 40% доцентов носят документы в портфелях. Это культура речи. Ну, чтобы культуру речи развивать, важно, например, знать скороговорки. Какие вы знаете скороговорки? Корабли ловировали, ловировали, это так и не выловировали. Корабли ловировали, ловировали, это так и не выловировали. Вот молодец. 33 кораблем ловировали, да не выловировали. Или еще такая скороговорка. Шит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Шла Саша по шоссе и сосала сушки. Давайте вместе. Шла Саша по шоссе и сосала сушки. Молодцы. Итак, мы с вами знаем, что словом культура есть огромное количество словосочетаний. И культура речи, и культура физическая, культура врага, и всякие другие сочетания со словом культура. Но вот мы с вами будем говорить о психологической культуре. Ее редко встретишь, по словесах наших даже учебников. Я думаю, что, может быть, только в моем учебнике в средней школе, видите, в этом учебнике, есть специальная глава, посвященная психологической культуре. Здесь есть одно очень короткое определение, что такое психологическая культура. Тут я пишу, психологическая культура – это уровень самопознания человечества, сокровищница психологических знаний, и тот уровень, который определяет отношение человека к окружающим людям, и к самому, к себе, и к природе. Все это психологическая культура. На храме Аполлона в Дельфах написано «Когносцете и псу», что означает «Познай самого себя». Один поэт сказал, «Я знаю все, но только не себя». Какие же есть, какие мы хотим с вами определить уровни и формы психологической культуры? Во-первых, это так называемая концептуально-теоретическая психологическая культура. Это произведение выдающихся психологов. Давайте вспомним, каких мы выдающихся психологов знаем. Луготский. Каких мы знаем выдающихся психологов? Луготский. Ну, каких ты знаешь? Луготский. Луготский, правильно, великий наш земляк Луготский, которого назвали Моцарт в психологии. Моцарт в психологии. Еще каких мы знаем выдающихся психологов? Иван Петрович Павлов. Вот вспомнил он очень интересный. Раньше считали, что это только физиолог. А когда в Соединенных Штатах я был и нажимал библиографический компьютер, мне выбрасывали три фамилии. Луготский, Павлов и Лурия. Александр Иванович Лурия, великий психолог. А почему Павлов считается у них? Да и мы теперь считаем его психологом. Потому что фактически именно он определил знаменитые вещи эти. Что? Бихевиоризм. Он основательный хевиоризм. Помните, есть такая формула С, Р. Стимул и реакция. У Павлова, конечно, есть этот стимул и реакция. Есть даже такой смешной рассказик. Стоят павловские собаки в своих клетках. И одна другой говорит, вот я сейчас нажму на эту педаль, и вот тот чудак в белом халате принесет нам поесть. Они считают, что это они управляют этим человеком. Вот это павловские собаки. Итак, мы с вами знаем выдающихся психологов. Вот те книги, которые мы с вами знаем, выдающихся психологов, среди них и мой хороший знакомый Майерс, с которым мы вместе ездили на психологическую большую конференцию в Штатах. Это все выдающиеся психологи. Ну, наверное, и тот, который перед вами, тоже считает, сколько книг он написал. Знаете, девочки, сколько книг он написал? Сколько, как ты думаешь? Целых 32 книги. Еще 16 переводов. У нас на днях, на наш аппетит приезжала одна из Винюса, педагог. И я, во-первых, я с ней поздоровался, Лабадена. Во-вторых, я ей сказал, что на Литовске переведена одна из моих книг от человека среди людей, чтобы жмокустое, жмокустое. Нам было очень-очень впечатлено этим обстоятельством. Итак, это концептуально-теоретическая психологическая культура. И мы с вами на нашем факультете, конечно же, надеваем этой психологической культурой. Мы читаем, мы читаем, мы читаем, вот. Ну, а скажите, есть ли человек вообще никогда не учился психологии? Как вы думаете, он все-таки имеет психологическую культуру? Да. Вот ничего не знаю. У него житейская культура. Доконцептуальная психологическая культура. Доконцептуальная психологическая культура. Та психологическая культура, которая впитывается, как говорится, с молоком матери. Вы можете провести такой эксперимент. Возьмите несколько психологических терминов. Давайте мы с вами сейчас их запишем. Ну, душа, душа, психика, внимание, память, мышление, воображение, воля, характер, темперальность. Вот, напишем и проведем такой эксперимент. Возьмем людей, которые никогда не учились психологии, и скажем, например, память – это, психология – это, психика – это, мышление – это, воображение – это. И вот интересно, как они будут определять эти слова, никогда не учившись психологии. Это интересная штука. Я вам советую ее сделать. Потом мы с вами обсудим это. Это интересно очень. Надо сказать, что между научной и житейской психологической культурой все время есть взаимное пересечение. Взаимное пересечение. Вот когда-то, например, у Адлера есть такое понятие – комплекс. 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 Это такой комплекс. Это у Адлера – это комплекс неполноценности, комплекс вины и так далее, и так далее. Я еду по проспекту Ронгасовского и вижу на одном магазине такая шиточка. Шиточка – значит, вывесочка такая. Мебельный магазин, открыть кавычку, Сигмунд Фрейд. Думаю, что продавали. Может быть, кушетки, на которых Сигмунд Фрейд проводил свой психоанализ. Потом, правда, через некоторое время туда ехал. Опять там посмотрел. Там уже вместо этого магазина появился новый магазин. Second Hand. Они уже убрали эту табличку. Они уже убрали. Еще очень интересно. Помню, одна актриса, а даже могу напомнить вам, кто. Вы, наверное, ее знаете. Леня Феджакова про какую-то свою знакомую сказала. Ну, что вы от нее хотите? Она же комплексунья. А он комплексун. Видите? То есть, из научной психологии термин переходит в житейскую психологию. Житейскую психологию. И еще помню, кто-то говорит, да что вы хотите? Это же у нас в подсознанке. Видите, Фрейдовское подсознание превратилось в подсознанку. Вот такие вот интересные вещи бывают. Очень интересно, что, когда мы хотим привить человеку психологические знания, те прежние его, то, что я называю психологическая предобразованность, она вытесняет научные знания. Я помню, мне один заочник отвечал так, про память. Он говорил, память? Ну, это надо иметь хорошую память. Я говорю, а вы не могли бы как-то углубить свой ответ? Он говорит, могу. У кого хорошая память, то вы легко учиться. И он таким образом углубил свой ответ. Понимаете? Вот это и есть, когда из одного системы переходит в другую. Очень интересно заметить, что психологическая культура возникает уже у маленьких детей. Вот, например, есть такой интересный случай. А я помню, как это все в дошкольном возрасте. Я же 28 лет заведовал кафедры на дошкольном отделении. И наша заведующая кафедра, вот, которая здесь сидит, видите, такая очень красивая. Так вот, девочка маленькая плачет, а мама говорит, видите, психологическая память, культура и возраст, сейчас мы с вами разбираем. Она все плачет, а ей мама говорит, ну, что ты все плачешь? А она ей отвечает, я не тебе плачу, а бабушке. Это психологическая культура. Она знает, на кого воздействовать и как воздействовать. Нет, психологическая культура у нее есть. Или, например, психологическая культура проявляется, например, в считалках. Вот для чего нужно, оказывается, считалки? Считалки нужны для того, чтобы не обижался ребенок на ведущего, что это не я тебя выбрал, так судьба так распорядилась. Судьба так распорядилась. Какие вы знаете, считалки? Давайте вспомним. Ну, давай. Какие вы знаете, считалки? Какие вы помните, а? Элики, беники, ели вареники. Элики, беники, ели вареники. Хорошо. Еще какие? На золотом конце сидели. На золотом конце сидели. Кто ты будешь такой? Так вот, понимаете, оказывается, эти считалки переходят из поколения в поколение. Вот когда я был в детском саду, а я окончил детский сад, сказал я с гордостью. У нас была такая считалка. Катилась я торба с великого горба. В этой торбе хлеб, соль, пшеница, с кем ты хочешь и жениться? Но наша воспитательница была очень такая бдительная. Она считала, что жениться нельзя. И поэтому говорили поделиться. Ну, нехай будем поделиться. Поделиться. И когда мне задавали вопросы, а мне масса, у меня вот такой мешок вопросов, которые мне студенты задали. И я сейчас пишу книгу, которая называется «Спросите психолога». Вот, и да, есть такой вопрос, когда вы в первый раз влюбились. Я честно говорю, что когда я был в детском саду, я влюбился в одну девочку. Вот я влюбился. Правда, не помню, как ее зовут, но тем не менее. Тем не менее. А еще, знаете, есть детская, как элемент детской субкультуры, детской психологической культуры, есть так называемая детская конфликтология. Детская конфликтология. Когда дети отвечают как-то на те дразнилки, которые на них, например, соленый огурец на полу валяется, никто его не ест. Вспомните такое? А еще я вас сейчас научу, как надо отвечать, когда на вас кто-нибудь наезжает. Надо сделать так. Сейчас я вас научу. Надо сделать такой экран перед собой. Ну-ка, давайте сделаем экран перед собой. И сказать «Чики-троки, стеночка!» Давайте скажем «Чики-троки, стеночка!» Раз, два, три. Чики-троки, стеночка! И все. И кто бы на вас не наезжал, это будет отскакивать от вас. Вот если на вас теперь какой-нибудь преподаватель будет наезжать, вы скажете «Чики-троки, стеночка!» Вот это, видите, это психологическая культура детства. Есть психологическая культура в каждом возрасте. Например, психологическая культура подростка. А кто знает такое, что это такое? Шнурки в стакане. Что это такое? А? Родители дома. Родители дома. А что означает? Клёвая тёлка хиляет. Красивая девушка идёт. Что это означает? Красивая девушка идёт. Красивая девушка идёт. Помните, был один такой фильм, когда учили одного бывшего заведующего детским садом. Он должен был узнать, где там одна вещь. Его учили, как его учили, редиска, плохой человек. Кстати, эти все, вот этот язык, это язык из тюремного арго. Оказывается, есть такой специальный язык у этих заключённых, которых никто не понимает. Арго. Такой вот язык есть. Психологическая культура очень интересна, ой, ой, ничего ещё в жизни не есть. Психологическая культура связана и со специальностью человека. У каждой специальности есть как бы своя психологическая культура. Вот я вам приведу такой пример. Нас позапрошил ректор, который был у нас на Тихонах, да? Он лежал в больнице в девятке. И мы с моим учеником и другом, который выдающийся психиатр, и губнов, он у вас ничего не читал? Надо его всё-таки привлечь. Он теперь, знаешь, он теперь работает в Москве больше всего. Так вот, мы с ним пошли его проверить. Пошли и, значит, разговариваем, всё. Он говорит, ой, пойду узнаю, что сказала заводеление моему соседу по палате. Он там лежал, исчезает. Приходит и говорит, ой, Яков Иванович, правильно вы боретесь за психологическую культуру. Я говорю, а что? А он у неё спрашивает. Ну, что мне теперь делать, к чему готовиться? Она говорит, что делать? Шейте чёрный костюм, покупайте белые тапочки. Таким образом, она его подосновила, видишь? И до сих пор мы уже написали на самом верх письмо, что эти будущие даже детские врачи не изучают детскую психологию. Представляете себе? Как же они будут лечить этих маленьких деток? Это фельдшеризм. Они будут знать, что от головной боли надо белую таблетку, а от боли в животе – зелёную таблетку. Вот и всё. Но, к сожалению, сейчас ещё нам ничего не поступило. Ответа нам не было. Вообще, психологическая культура – это вещь очень и очень такая. Вы знаете, что эта вещь – это овою да острая. Вот, например, начальство не любит, что вы. Начальство вообще не любит психолога. Не любит. Почему? Потому что им неприятно иметь рядом с собой человека, который разбирается в их мотивах, в их сущности и так далее, и так далее. Вот кем вы будете, когда нарочуете? С социальным педагогом. С социальным педагогом. Это очень здорово. Вы будете с семьёй работать. А в семье это имеет огромное значение. Огромное значение. И я сейчас, вот к нам сейчас поступит в докторантуру одна очень хорошая преподавательница, из Могильёва никого нет? Нету. Она заведует картера психологии в Могильёве. И вот она будет изучать психологическую культуру отцовства и материнства. Оказывается, эти и приёмные родители должны иметь психологическую культуру, потому что иначе они не смогут воспитывать своих деток. Понимаете? Вот. Вот что такое психологическая культура и зависимости. Да, ещё интересный момент мне рассказывала одна наша бывшая выпускница. Она была чего-то у следователя. Ну, разговаривали чего-то. Он посмотрел на кошку и говорит, смотри, ещё не все сидят. Ему кажется, что все уже должны сидеть. Вот такое вот. От нашего специальности зависит психологическая культура. И у родителей тоже должна быть психологическая культура. Они должны понимать, как ребёнок развивается, какие у него потребности, какие у него желания и так далее. Вот вы должны это всё усвоить. Всё вы должны это усвоить. Ну, это психологическая культура, так сказать, которая связана с знаниями. Но есть ещё такое понятие, как психологическая деятельность. Психологическая деятельность. Оказывается, есть особая деятельность психологическая. Что такое в составе психологической культуры – психологическая деятельность. Психологическая деятельность – это та деятельность, которую человек осуществляет в своём собственном внутреннем мире. Вот что писал по этому поводу Толстой. Он в своём дневнике писал следующее. Нам кажется, что настоящая работа – это работа над чем-нибудь внешним, производить, собирать, что-нибудь имущество, долг, скот, плоды, а работать над своей душой – это так фантазия. А между тем, всякая другая, кроме как работа над своей душой, усвоение привычек добра, всякая другая работа – пустяки. Понимаете? Вот работа человека над собой – это то, что мы называем психологической деятельностью. Вот такой психолог Васильюк, он у нас, кстати, приезжал к нам в университет, у нас выступал, он говорил о том, что переживание, если человек что-то переживает, переживание понимается нами как особая деятельность, особая работа по перестройке психологического мира, направленная на становление смыслового соответствия между сознанием и бытием. И я хочу вам процитировать стихи, которые мы сейчас с вами даже запишем. Это стихи Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступени толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Давайте запишем эти стихи. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступени толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Вот психологическая деятельность, как в составе психологической культуры, это как раз вот этот труд души. Вот вы скажете, если он молодому человеку, душа обязана трудиться, он скажет, ты что вообще? Я сейчас пишу новую книгу, которая называется «Спроси психолога». И в ней я пишу о любви и о дружбе. И я там делаю вывод, вот в этой книге, вот эта книга, а вон она стоит, видите, путь к себе. Я там пишу о том, что дружба выше любви. А как доказаться дружба выше любви? Я вам сейчас докажу. Любовь бывает и взаимной, правда? Есть огромное количество песен и стихов, и романсов. Вот зачем-зачем на белом свете есть какая-либо любовь? Невзаимная. А дружба не может быть невзаимной. Вот не может быть, дёжечка, что я с тобой дружу, а ты со мной нет. Этого никак не может быть. Дружба всегда взаимная. Вот у меня был мой самый лучший друг, он работал в Витебске, в Витебске работал, Давид Симонович. Я его стихи даже в качестве эпиграфа привожу в этой книжке. Вот в этой книжке. Кстати, здесь эта картина Шагала, Марка Шагала. А здесь я такие гостики привожу. Ну, здесь есть мой паркет, конечно. Чего там на жизни обижаться, Играя достойно свеч, Пора ничего не бояться, И сердце отвагой зажечь. Такие хорошие стихи. Еще помню у него прекрасные стихи. Вокзал, как море, В час прилива, Когда приходят поезда, А в час отлива, суетива, Его ночная пустота. Слышны в колесном перестуке Призывы дальних городов. Здесь начинаются разлуки, И счастье сходит с поездов. Вообще, дети, учтите одну важную вещь, что есть такое выражение, что в каждой науке столько истины, сколько в ней математики. А я написал, что в психологии столько правды, сколько в ней поэзии. А сколько поэзии в психологии, столько в ней правды. Психология вся проникнута в поэзии. Поэзии. И тут есть портреты, как я тут вместе с замечательным поэтом Андреем Вознесенским. Слышите такого поэта? А вот я тут вместе с Дэвидом Майерсом, знаменитым психологом, его книги сейчас продаются. Хотите, я вам прочитать одну стихотворение Вознесенска? Прочитать? Прочитать. Судьба, как ракета, летит по параболе, порой во мраке, но чаще по радуге, жил огненно рыжий художник Гоген, богема. А в прошлом торговый агент, что в Лувр Королевский попасть из Монмартра, он дал Круголя через Ярус Суматрой. Унесся, забыв сумасшествие денег, куда-то нежел в суету академии, он преодолел тяготение земное. Жрецы, как гадали над кружкой пивною, пора была круче, прямая короче, не лучше копировать райские кущи. А вот он носился ракетой ревущей, свой ветер срывающий фалды и уши, и в Лувр он попал, и свой главный порог, пора была гнева, пробив потолок. Хорошо, что вы? Спасибо. Так вот, видите, в психологии и в психологической культуре столько правды, сколько в ней поэзии. Вот в этой книге есть даже специальная глава, которая называется «Литературно-множественное моделирование психологических явлений». Все психологии можно выразить через поэтические образы. А если психолог придумал что-нибудь, что нету, это ни в художественной литературе, ни в пословице, ни в парализе, значит, он будет чему-то придумал. И так, мы говорим с вами о психологической деятельности. Психологическая деятельность, как я вам сказал, это то, что человек делает самим собой, то, что он делает самим собой, его переживания и так далее. И я вам должен сказать, что психологическая деятельность, народ уже давно предвидел все. Вот Галинка писал, что музыку создает народ, а мы, психологи, ее только аранжируем и акробатами. Вот мы можем с вами сказать, что психология создает народ. И вот есть замечательное стихотворение, которое мы сейчас с вами одновременно сделаем. Стихотворение Евгения Баратуйского. Это современник Пушкина. Но в тени этого великого поэта, великого Пушкина, другие поэты теряются, к сожалению. Я вам сейчас прочитаю. Старательно мы наблюдаем свет. Старательно людей мы наблюдаем. И чудеса постигнуть уповая. Какой же плод науки долгих лет. Что, наконец, подсмотрят, очи зоркие. Что, наконец, поймет отменный ум на высоте всех опытов и дум, что точный смысл народной поговорки. Поэтому сейчас мы с вами проделаем одну вещь. Запишите, пожалуйста, те пословицы и поговорки, которые вам приходят на ум. Вперед. И попробуем проникнуть в психологическую сущность этих пословиц и поговорок. Ну что, вперед. Скажи, какой ты поговорок. На Бога надейся, а сам не плашает. Еще кроучее скажи. На Бога надейся, а сам не плашает. На Бога надейся, а сам не плашает. Или к вести в восточной мудрости. На Бога надейся, а своего верблюда привязывает. Как бы ты охарактеризовала эту поговорку? Что, какой ее психологический смысл? Ну, мне кажется, смысл в том, что ты... Громче говори. Мне кажется, смысл в том, что человек сам должен как бы себе позаботиться, в первую очередь сам. Но не лети именно в себе и сам как бы сдавать свои обстоятельства с людьми. Ты замужем? Нет. Нет? Ну, на мужа надейся. Так, ты расскажи, какую ты поговорку придумала. Я сказала, без труда не вытянешь и рыбку из труда. Громче скажи. Без труда не вытянешь и рыбку из труда. Так, расстолбую ее с психологической точки зрения. Ну, как мне кажется, смысл здесь заключается в том, то, что если человек не будет работать над собой, не будет стараться, то у него ничего не получится. Ну, то есть, работать над собой человеком... Правильно, ты им вот так и говоришь. Что бы не фианавался, как бы не фианавался. Так, ты расскажи. Ну, на самом деле, я... Громче. На самом деле, я же нравится поговорка, да, и я ее тоже записала. У меня еще есть поговорка «Друг познается в беде». И я считаю, что эта поговорка... Какая поговорка? «Друг познается в беде». А, «Друг познается в беде». То есть, она отчасти правильная, но вдруг не только в беде познается. Друг познается и тогда, когда вы с тобой радует. И каждый друг порадуется с тобой искренне. Да, это правильно, молодец. Есть здесь у меня стихи. Есть стихи. В общем, стихи этого Высоцкого. Если друг оказался в друге. Не друг и не враг, а так. Значит, сразу не разберешь, плохо он или хорош. Пару меня в гору бери. Они не бросают одного от него. Там связки одной с тобой. Сам поймешь, кто такой. Правда? Вот это. Ты права. Дальше. Я выбрала поговорку «Сколько волка не корми, он все равно на лес смотрит». Громче. «Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит». Да, он тоже смотрит на твою подругу. Так, ну, расскажи, что ты имеешь в виду. Ну, я думаю, что эта поговорка отражает смысл, что люди не меняются. То есть, как бы, ну, если человек плохо относится, то как бы, если он изначально негативно настроит в себе, то он не изменит себя. Не изменит себя. Да. Мне так кажется. Ну, это не совсем так, все-таки, я думаю. Все-таки, если волка хорошо кормить, то он в лес не умежит. А если ты его будешь держать, пробовать, тогда, конечно, так ты делаешь, чтобы он придавал. Да. Что посеешь, то и пожнешь. То есть… Что это значит? В любые наши поступки, мысли мы вкладываем определенный смысл. И от этого будут и результаты. То есть, мы можем в какое-то дело вкладывать больше энергии, сил, затрачивать на это. То и результаты будут гораздо больше, которые мы получим впоследствии. Да. Ты, Олечка, придумала что-нибудь? Ну, давайте такую. Ладно, потом. Ты мне потом. Одна голова хорошо, а много… Вернее, одна голова плохо, а много хорошо. Это вы там думаете, да? Да. А две лучше. Ну, про то, что в коллективном разуме больше мысли. Да. Ой, твои головы, ты чешешь, сколько шут съест. Так, скажи. Век живи, век учись. Как? Век живи, век учись. Ну да, есть еще такое, к сожалению, продолжение. Дураков помрешь. Век живи, век учись. Это что ты имеешь в виду? Ну, это то, что человек, он каждый день чему-то учится, то есть через какой-то свой опыт, через ошибки делает какие-то выводы, потом, может, в последующем, ну, сами выводами он как-то сделает, пытается по-другому, что-то у него получится, может, что-то все равно нет, но... Да, правильно, да. Хорошо, дальше. Не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей. Так, а есть, знаете, была когда-то шутка. А Джубей, он был редактором «Хрустонбольской правды», женился на дочери Хрущева, лидера Советского Союза. И эту поговорку переначали так. Не иметь 100 рублей, а жмись, как Аджубей. Так, дальше. Один старый друг лучше новых двух. Грунче говори. Один старый друг лучше новых двух. Один? Старый друг лучше новых двух. Да, это хорошая поговорка. Что ты имеешь в виду? То есть, никогда не нужно забывать своих надежных и верных друзей, в том плане не менять их на новых, то есть никогда не забывать. Так, хорошо, дальше. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Что это значит? Прежде чем сделать какое-либо действие, нужно счастливо продумать каждый деталь, каждую мелочь, чтобы решение, когда было принято, оно было принято правильно. Это нужно рассматривать всех, а мы тут чуть-чуть и все. Значит, прежде чем выходить замуж, то должна повстречаться с семьей претендентов. Вы знаете, что эти толкования пословицы поговорок говорит о определенной интеллектуальной зрелости человека. Я помню, когда мы начинали факультет психологии, с нашей теперешней первой претендентовши, мы проводили собеседование про претендентационную. И одной девочке мы дали такое задание, определить и столковать такую поговорку. Не все это золото, что блестит. Подумайте. Не все это золото, что блестит. Как бы ты эту столковала поговорку? Что не всегда видимость является истиной. Не всегда видимость является истиной. Мы можем видеть только поверхностно, но и суть чего-то. Что-то может иметь довольно красивый вид, но при этом не себе ничего не представляет. Она так сказала. Конечно, не все это золото, что блестит. Например, слюда блестит, стекло блестит. То есть она не смогла подняться над уровнем этого. Вот вам, пожалуйста, понимаете? Вот вам, пожалуйста. Таким образом, мы с вами сказали о том, что в пословицах и поговорках заключена психологическая культура. Теперь тут еще есть интересные вещи с психологической культурой. Вот в этой психологической деятельности есть очень интересные особенности. Вот, например, при работе человека над собой очень важная такая приставка «само». Напишите быстренько, как можно больше слов на «само». Так, ну-ка, давай, скажи, какие у тебя слова? Саморазвитие, саморегуляция, самосознание, самопознание, самоавторгизация, самородок. Молодец. Сколько у тебя слов получилось? Пять. Да? Пять? Да. Дальше, давай. У меня такие слова. Самопознание, саморазвитие, самовнение, самоавторгизация, самозащита, самоуверенность и самовыражение. Семь слов. Так. У меня самостоятельный, самоуверенный, саморазвитие, самовлюбленный, самоубежденный. И все. Шесть. Это мой друг, его уже, к сожалению, нет, Володя Зинченко в одном винском психологе сказал. Влюблен в себя и не имеет соперника. Так, дальше. Давай. Самостоятельность, самоконтроль, самооценка, самосовершенствование, самореализация, самолюбие, самовоспитание и... Как ты думаешь, самолюбие и самолюбование, это одно и то же или нет? Наверное, да. Что ты думаешь, это разные вещи, правда? Так, дальше. Самореализация, самовнушение, самооценка, самоуважение, самокритика и самосознание. Хорошо. Хорошо. Дальше. Девочки. Самоуважение, самоутверждение, самореализация, самовосприятие, саморазвитие. Шесть. Опять. Самообладание, самосовершенствование, самообучение, самосознание, самоуправление, самолюбие, самомнение, самоотвержденность, самодеятельность. Девять слов. У меня был один товарищ, который сочинял афоризмы. Один у него такой был афоризм. Самодеятельность, не деятельность. Ну, конечно, ошибался. Так, дальше. Самореализация, самообладание, самосохранение, саморазвитие, самосовершенствование, самосознание. Ну, дальше. Самооценка, самовоспитание, саморегуляция, самоконтроль, самообучение, самоанализ, самовнушение и самовладание. Ага. Вот, знаешь что, я вот в этой книге, педагог среди детей, это на базе моих выступлений в журнале «Початковая школа». Я тут говорю, что я всех принимаю в клуб 3С. А клуб 3С означает самопроверка, самопознание, самовоспитание. Так вот, кроме само, есть еще одна приставка «со». Давайте-ка, слова на «со» побольше. Сколько у тебя слов получилось? Пять слов. А? Пять слов. Ну, как произнеси их? Сострадание, сотрудничество, содействие, сочувствие и соперничество. Сочувствие и соперничество. Так, дальше. У меня получилось, как я сказала, содействие, с радостью, сотрудничество, сострадание и совместно. Сопереживание, соперничество, с радостью, сочувствие, с открытием, создание, совладение. Содействие, содержание, соприченение, сотрудничество. Громче скажи. Содействие, содержание, соприченение и сотрудничество. Так, дальше. Сострадание, сомнение, сопереживание, сочувствие, сознание. Так, молодец, дальше. Сопереживание, сострадание, сотрудничество. Сострадание, сопереживание, содружество, соединение. Сотрудничество, сопереживание, соперничество, содержание, сочувствие. Совокупность, созерцательность, созидание, содержательность. Я помню, мне один сказал, сопляжники. Загорать на одном пляже. Один еще сказал, соп-бутыльники. Один говорит, я говорю, я вам сейчас скажу на соп. Но это будет совсем такое, я говорю, ну, скажи, он говорит, соп-балка. Совершенно не относится к этому. Видите, таким образом мы с вами теперь знаем, что такое внутренняя психологическая деятельность. Мы еще обязательно должны понять одну очень важную вещь. Психологическая культура должна быть гуманной. Как вы считаете, может ли человек благодаря своей психологической культуре производить и нехорошие поступки? Можно, правда? Ну, например, возьмите так называемый китайский, не китайский, а цыганский гипноз. Она за вами наблюдает очень аккуратненько и делает вид, что она что-то такое угадала. Поэтому мы говорим, что как раз эта психологическая культура должна быть обязательно гуманной, гуманистической. Ну вот, теперь, пожалуйста, у кого есть ко мне какие-нибудь вопросы? Давай. Какие факторы влияют на развитие психологической культуры? Говори громче. Какие факторы влияют на развитие психологической культуры? Какие что? Факторы. Ну, прежде всего, конечно, это еще та семейная среда, в которой ребенок воспитывался. Я не тебе плачу, а бабушка. То есть он уже в самом раннем возрасте дети усваивают определенную психологическую культуру. В самом раннем возрасте. И будущие мамы и папы должны хорошо понимать ход развития этого ребенка. Вот у нас есть такая группа, правда, психология и развитие. Вот это должны обязательно знать будущие усыновители и так далее. Так, еще вопросы? Не стесняйтесь, дети. Задавайте вопросы. Ну, вопрос нам уже, когда человек вырос, можно ли изменить его негативно-психологическую культуру? Дело в том, что когда даже человек вырос уже, то можно ему переориентировать. Это связано и с его темпераментом, с его характером и так далее. Вот помню, мне однажды задали такой вопрос, как бы вы на него ответили. Он холерик, а я флегматика. Он зовет меня замуж, стойте мне соглашаться. Стоит? Если любит, то стоит. Если любит, то стоит, да? Конечно, конечно. А представьте себе, поженится два флегматика. Он, чего они думают, сидит. Или два, еще хуже, два меланхолика. Она в одном углу сидит, плачет по полу, и в другом. Два меланхолика. А это неплохое сочетание. Он будет все время куда-то стремиться. Такие вельми неурымсливые, я кажу по-белорусски. А она кажет, тиши, тиши, не спешайся. Еще у меня однажды спросили во время такого общения. Почему, когда целуются, закрывают глаза? А? Вы с ним подумайте. Потому что человек не может так близко наблюдать предмет. Ну, какой предмет нельзя близко-близко поднести. И автоматически закрываешь глаза в подсознательном уровне. Ну, как я знаю. Ну, да, потому что все равно, если я иногда даю такие разные ответы, иногда жуткий ответ, например, такой, что если в такой глубоко эмоциональный момент рассматриваются крестности, то это будет не очень хорошо. Это такое, шутливо это. А это еще серьезный ответ. Просто все равно ничего не увидишь. Лицом к лицу, лица не улетать. Большое видится на расстоянии. Еще мне однажды вопрос задали. Такой залочник делает мне предложение, что ответить. Я говорю, залочник. А в каком вузе учиться? Да нет, я говорю, отпустим просто залочник, просто формируется. Вот такие вот вещи всякие. Ну что, ребятки, закончим на этом? Еще вопросы есть? Обогатилась ваша психологическая публика? Да, обогатилась. Хорошо. Желаю вам всего хорошего. Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет. Как писал наш арт. Спасибо.